Книга «Открытым оком. Тема покаяния». Том 7. Вопрос 1914. «Многолетнее сокрушение о грехах в затворах? Разве это не по Писанию? И Пётр апостол плакал о своём отречении от Христа всю свою жизнь?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сколько Пётр плакал? Оставив все церковные легенды предания, можем твёрдо сказать, что не более двух дней. Когда же Христос воскрес, то Петрову плачу положен был предел. Он мог плакать слезами радости всю жизнь, вспоминая свой грех отречения от Господа. Но это были слёзы благодарности искупившемуся и умершему за его грехи Христу Спасителю. Уже ликовал он и радость эту изливал на всю Вселенную. Все эти затворы, сокрушения о грехах и истязания себя – есть наикраснейшее подтверждение, что монахи эти не знали учения Христа, прощающего таких блудниц в течение нескольких минут. Лука 7, 50. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вера в монашество, в их подвиге есть абсолютно новая вера – изобретение повреждённого человеческого ума, не соприкоснувшегося с благодатью прощения. Евреям 8, 12. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Таисия, память, 8 октября. В стране египетское желание, когда женщина развращённая, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила её тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла, отвела её в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим, путём прельщения их её красотой. Ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотою своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради неё своё имущество, впали в нищету, а иные, заводя из-за неё между собой ссоры, били друг друга и покрывали пороги её дома своей кровью. Услышав о сём, преподобный Пафнутий, одевшись в мирские одежды и взяв с собой золотую монету, вошёл в дом, где жила Таисия. Старец указал ей место, где будет ждать её, и ушёл. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретённые путём разврата, ценою до четырёхсот литр золота, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него всё это и перед всем народом сожгла, восклицая, «Придите все, грешившие со мною, и смотрите, как я сжигаю то, что вы мне дали». Придав огню, нечистым образом приобретённое богатство, она пошла на место, где ждал её Пафнутий. Старец повёл её в девичий монастырь и, спросив небольшую келью, вёл в неё Таисию и затворил её там. Двери же кельи он крепко задел и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей немного хлеба и воды. «Как велишь мне, отче, молиться Богу?» спросила Таисия святого Пафнутия. «Ты недостойна, — отвечал старец, — не произнести имя Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, и руки твои загрязнены нечистотою. Говори лишь, часто обращаясь к Востоку, создавший меня, помилуй меня». И пробыла Таисия в том затворе три года, молясь Богу, как научил её Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По происшествии трёх лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, отправился к великому Антонию, желая узнать, простил ли её Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему всё о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельной кельи своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-либо из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление Отца Своего и умолили Бога. Он открыл о ней одному из них по имени Павел, которого называли Препростым. Стоя на молитве ночью, он увидел в видении небеса отверстый и одр стоящий, посланный весьма богатой и сияющей великою славою. Три девицы, пресветлый лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде сего Павел спросил «Верно, не иному кому-либо уготованные сии одр и венец, как отцу моему Антонию». Тогда раздался к нему голос «Не отцу Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице, пришедши в себя, Павел стал размышлять о виденном, и когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающего истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе, и, разломав двери, хотел вывести ее. Но она стала просить его «Позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих, так много их у меня». Старец отвечал ей, «Человеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои и вывел ее из затвора». Тогда блаженная Таисия сказала, «Поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и до ныне, но предстоят предо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена». Выйдя из затвора, блаженная Таисия через пятнадцать дней впала в недуг и, проболев три дня, благодатью Божией с миром почила.